Маск, Горьяк, билдь мне, дай мне, верен мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. И джангл Сафар Харат, Абес играет за Арнор справа. Еще разок напомню для тех, кто возможно не смотрел прошлый раз. Мне помогают ребята из разных каналов ролики комментировать. Поэтому у меня не все турнирные ролики. Если вы хотите посмотреть остальные, они либо в группе Энарата, либо у меня во вкладке сообщества я там скидывал. Кроме того, матч мистер Цук против Смайли, там какая-то срань, из трех матчей скинули один, второй матч типа в личку, по какой-то непонятной мне причине я не могу найти, в общем, я просто засчитал результат, не буду говорить кому, на случай, если надо будет комментить, в общем, мистер Цук и Смайли посмотрите в турнирную таблицу, если я ошибся с результатом, то как бы предоставьте реплей. Я откомментирую, ну, надеюсь, я все правильно засчитал, короче, матча, скорее всего, не будет, потому что ребята что-то накосячили, итак, Ёж собирается рашить на этой карте, что довольно-таки рискованно, на самом деле, 5 плавилин, ну, короче, просто куча экономики и дикари, второй рабочий, куда ушел? А, второй рабочий под пальмой, в это время бес скрипит тролля, также бес стартанул в казарму, и тоже двигается в центр дикари уже, на полпути, также еще один отряд забегает с другой стороны, да, это прям реально раш будет от Ёжа, продолжает он спамить из дикарни, давайте мы чутка промотаем, первый отряд дикарей пытается снести ключевую ферму, им понадобится помощь, но Ёж играет в балантир, то есть он хочет просто прокачаться до бафа лесопилок, чтобы потом забороть беса экономикой. Ну, ему не удастся снести первую ключевую, к сожалению, для него, вот, зато ему удастся снести вторую, определенно, еще и наворовать денег. Также в третий отряд подбегает, но что-то мне подсказывает, что они не успеют снести, потому что тут аж два отряда войск беса, чуть-чуть рановато бес остановился, кстати, ему практически удалось заставить дикарей остановиться, но вот эта вот ошибка стоит ему еще одной фермы, и, возможно, даже третий, хотя он правильно делает, что крепостью фоксит именно этот отряд, а не этот. Так что, возможно, Ёж не успеет его пронести, очень много дополнительных дикарей, аж три отряда подходят в тылу, бес оставил отряд мечников, но мы знаем, что на Изенгард невыгодно нападать вот так вот одним отрядом, потому что все плавильни находятся под защитой крепости, и придется размениваться, ну, слишком невыгодно, каждая плавильня будет стоить, скорее всего, ему отряды, если он по одному будет нападать. Поэтому для беса нужно построить еще два-три-четыре отряда, сколько там у него будет достаточно ресурсов на это все дело, и отправить их в атаку, в то время как на базе держать какие-то войска для защиты. И вот его ошибка в том, что он пытается дефаться мечниками, и это не так выгодно, как, например, вот-вот-вот чем, как, например, конницей, либо лучниками, но сейчас у него уже ситуация должна стать лучше, минусуется его первый отряд, которые были разведчиками, причем, увы, без какого-то профита для беса. Он построил отряд хоббитов. Хоббиты неплохо могут зайти, кстати, в этом матчапе. Также минус один отряд ежа, Ёш уже стал недоконтроливать, он пытается спастись. Пытается, кстати, от поезда спастись в другую сторону, но, увы, поезд этот слишком умен, и он умеет разворачиваться. Да, дикари убегают обратно, нужно строить копейщиков, что Ёш и делает. И теперь бес на некоторое время может успокоиться, но я бы на его месте сразу же строил лучников, потому что слишком очевидно, что ваш оппонент будет строить копейщиков, если вы играете в конницу. Соответственно, конницей дефать базу он, скорее всего, уже не сможет, потому что вот будут такие вот небольшие пачки нападать. Но зато он сможет пытаться конницей контролировать карту, что немаловажно. Ёш выходит в казарму, две лесопилки у него уже есть. Также попытка, не пытка, но, скорее всего, этот отряд погибнет. Да, ему, видимо, впадлу было на базу его возвращать, он надеялся, что... Как-то они тихонечко пролезут, но... Конница беса оказалась как раз-таки в тот момент, в той точке. Так, удачное... удачное нападение на ферму. Копейщики, видимо, теперь будут тусить со скаутами, чтобы конница не помешала. Бес обнаружил первую цитадель. Это самый важный момент в игре против Изина. Если вы успеете заметить, когда ваш противник выходит в первую цитадель и сможете ее пропушить, то вы, скорее всего, выиграете. Потому что Изину очень сложно. Вот этот вот момент, когда он переходит с плохой экономики на очень-очень хорошую. Вот это момент, в который его можно подловить. Но, по всей видимости, Бесу не удается подловить ежа. Он сносит дикарню. Мне кажется, что надо пушить всеми силами эту точку. Но, как-то недостаточно у него сил. Я не думаю, что он сможет пробиться здесь. Все огрызки эти вместе, может быть, два отряда будут насчитывать этого недостаточно. Вторая казарма строится. Это время копейщики пробежали в тыл, но копейщики вряд ли что-то смогут сделать, как видите. Кажется, что у меня музыка слишком громко. Я надеюсь, что это не так. Также еж возвращает свою пачку, которая ранее снесла одну ферму на базу. И он сейчас уже, наверное, будет накапливать армию огромную. Бес в это время строит третью казарму. У него есть лучники. Хотя, некоторое время он для себя выиграл. В том плане, что еж не сможет сейчас рассосаться по флангам, так как он дефался. Но, в любом случае, лучники ему не будут лишними определенно. О, кстати, я не заметил, но это минус конюшня. Если я не вижу конницу, между прочим. Если еж этой... Нет, он не мог этой пачкой снести. Ну, в смысле, погодите, я не туда смотрю. Вот этой пачкой, да. Потому что дикари всего второго уровня. Копейщики дикари вообще первого. Но конницы нет. Может, она здесь слилась? Блин. Я, походу, важный момент пропустил. Если конюшню еж слил и отряд конницы, то, ну, бес в заднице сейчас находится. Но у него, правда, есть деньги. Да, он строит новую конюшню. В целом, карта большая. И, ну, например, на бродах, если бы вот в начале кчелик выходил в конницу и потерял еще и конюшню, и конницу, то это можно было бы сказать, что конец игры. Ну, посмотрим. Два отряда лучников. Неплохое количество пехоты. У ежа, правда, армия посильнее будет. Надо еще хотя бы два отряда лучников. Это, конечно, ошибка. В три казармы играть. У него недостаточно экономики, чтобы постоянно ими спамить. И он, кстати, не строит. Возможно, возможно, бескопит на что-то. Но явно сейчас сражаться это будет большой ошибкой. А, видимо, ежа опасается конницу, не использует своих копейщиков в сражении. Но в таком случае у беса еще будет какой-то шанс. То есть можно сейчас продавить этих мечников. Да, ежу придется отступить. Все же конница вносит именно то, что нужно в это сражение для беса. Дает ему преимущество. Но самое важное для ежа это то, что скауты у него живы. Там должно быть вроде два отряда. Могу кликнуть на второй. Ну да, там определенно два отряда. Появились арбалетчики. И сейчас уже потихонечку, потихонечку он будет укреплять свою армию все больше и больше. Обе сигналки у него под контролем. Пока что для ежа это абсолютно бесполезно. Ну, палантир, но на такой карте пропаливать только крепость противника это не очень-то и важно. Хотя, с другой стороны, бес, конечно, не пользуется своим преимуществом. Но, конечно, оба игрока могут застраивать фланги. Но ежу это не так выгодно, как бесу. Неплохая идейка продавить сейчас всех работяг. Еж как раз таки вкачал второй тир. По-прежнему для него сигналки никакого профита не приносят. И некоторое время ресурсов от лесопилок ждать ему не приходится. Еж пока что даже не восстанавливается. Опасается, видимо, что его продавят. Или у меня просто не показывают. Нет, вроде нет. Копейщики сейчас, возможно, конницу снесут. Смотрим сюда. Бес отходит. Решает он закрепить варгов. И по-прежнему лесопилки не работают. Да, так вот, о чем я хотел ранее сообщить. То, что, на мой взгляд, вот эта вот третья казарма была ошибкой. Но это не значит, что ее не стоит строить. Ее просто надо было строить где-нибудь на фланге. Потому что, ну, для ежа это же самый офигенный заизин бегать одной пачкой войск. Ему надо фармить опыт для скаутов. Прокачивать их побольше. Ему невыгодно дорогущими уроками бегать где-то там по флангах. И пытаться что-то снести. И, более того, ему еще и невыгодно дефаться на базе войсками. А вот у Арнора войска не такие дорогие. Ему было бы полегче. Ну что ж, минус Вольфгар. Печально. Для ежа. Но все же его армия, опять-таки, выглядит посочнее сейчас. Да, намного. Практически всю пехоту теряет без. Один отряд у него остается. Стоил ли этот размен Вольфгара, я не уверен. Но возможно. Вот-вот, кстати, хорошее нападение сейчас в тыл. Лурц, правда, на них качается и вряд ли они успеют снести эту стадельку. Но вот если бы, например, вот здесь стояла казарма, а то и две, то Бес мог бы и открыть второй фронт. И еж не делал бы вот так вот, не подводил бы постоянно подкрепление и не сидел бы в одной точке. Он вынужден был бы отбиваться. Ну, конечно, Бес заставил ежа перестать пушить его экономику. Это очень хорошо для него. Но этого недостаточно для победы, явно. Почему-то не используется третья казарма. Выход в Арведуи. Неплохо. Давайте посмотрим, что у Беса есть. У Беса более-менее хорошая экономика сейчас. Очень скоро он выйдет в клинки запада. Он играет в союз с эльфами. Да, странно, что при 70... А, погодите, это не... Окей, это не 790, а это 640 очков команды. Но все равно, да, хорошая экономика. Странно, что при этом у него нет бонуса на экономику сейчас. Потому что очень скоро ему надо будет делать скидку. Можно затащить Изен, причем вообще в тупую, без какой-то тактики. Просто окликом затащить, если будет скидка. А вот она, кстати. Если будет скидка на войска. То есть клинки запада, вот этот вот апгрейд. Три-четыре казармы заказываешь по пару отрядов. И с каждой просто окликом вперед. Ничего их не снесет. Можно даже Сурумана забрать таким образом. Главное только успешно спамить. Чтобы постоянно войска выходили. И вот сейчас этот момент может наступить. Но я до сих пор не вижу, чтобы армия Беса была сильнее, чем армия Ежа. Деньги-то есть у него. Может он копит на какого-то героя. Если это так, то это будет ошибкой. Ой, минус Арведуи подставляется. Нужно его отводить. Нужно вообще всех отводить. Без него у Арнордцев вообще шансов нет даже в сражении. Лучников недостаточно. Сдается стрела Лурца. Еж отступает. Он чего-то испугался, кстати. И дает возможность прожить Арведуи. Интересная идея для Беса. То, о чем я говорил, но поздновато. Не повезло. Но я бы советовал еще с другого фланга это делать. Грейт на экономику был сделан. Отлично. Рановато выходить в Рейнджеров. Пока что недостаточно денег. Надо спамить обычными войсками. Да и к тому же нет смысла выходить в Рейнджеров, когда у тебя два очка остается до пленков западом. Блин, самое забавное, что я убежден, что у Беса есть шансы на победу. Я не говорю, что он выиграет. Все-таки Ёж очень хорошо играет. Но Ёж сейчас вынужден играть пассивно, что позволяет Бесу нормально развиваться. Но он, увы, не использует свои средства. Казармы так долго простаивают. Деньги есть, но они не тратятся. В то время как у Ёжа они тратятся постоянно. Постоянно выходят какие-то подкрепления. Снова сдается стрела в Арведуе. Надо прожимать несокрушимый, а также оборонку. Пардон. Только обилка прожимается. Выход в Сильдура. Это большая ошибка. Никакой нужды нет сейчас. Ни одного героя, которого очень сложно убить. Нет, у Ёжа... Мне кажется, единственная причина, по которой надо выходить в Сильдура, это если Саруман появится на воле боя и все. Войска, войска, войска. Заказывай новые войска. Пока твоя армия дерется, заказывай. Лучники, мечники. Клинки Запада появились. Вообще, легчайше можно сражаться под своими казармами, но Бес это не использует. И его армия. Ну, конечно, у него есть шансы, но тут уже Саруман появился. Обидно. Обидно видеть, как человек просто сливает свое преимущество. Так, он решил заказать одну партию. Ёжа отступил, что... Кстати, а нет, окей, окей. Я хотел сказать, это очень странно. Он отступ... Зачем он отступает? Мы победим! У него же Сарыч. Мы готовы! Не, ему надо сейчас... Погодите, а откатилась обилка Лурца? Где ты? Да, откатилась. Ему всего лишь надо сдать Васильдора стрелу, чтобы он с Румана не покоцал. И просто с Руманом поубивать войска. Прокачаться. А, он... Все, пардон, пардон. Я не заметил, что он юзал магический взрыв. Он, видимо, ждет отката. Давайте по обилкам пройдемся. Одну очку отделяет Ёжа от третьего тира. Хотя арбалетчиков у него я не замечаю. Либо их очень мало. Вон один отряд есть, как минимум. Так что профита будет поменьше. И, разумеется, сдается стрела Васильдора. И это минусы Сильдор сразу же. Но он без прикрытия пошел в основном. Также Сарыч получает уже третий уровень за счет фаербола своего. И это уверенная победа. Количество берсеркеров увеличивается за счет призыва из третьего тира. Поехала конница. Мы видим, что отряд копейщиков подходит. Но этого недостаточно, к сожалению. Но, с другой стороны, там скауты прокачены. Так что конница тоже будет недостаточно, чтобы их прям сразу же убить. Просто они все покоцаны стали. Но их можно похилить с помощью углука. У которого буквально через пару секунд откатится эта возможность. И бес проиграл. Ну, теперь деньги закончились. Выход еще и в Аронарта. Ну, давайте проанализируем. Что надо было сделать бесу? Первое. Открыть второй фронт. А лучше два. Чтобы на флангах с разных сторон стояли казармы. И небольшие отряды. Хотя, ладно, может он еще не проиграл. Я вижу, Ёш отступает. Но все же. Чтобы небольшие отряды постоянно нападали на базу Ёжа. Чтобы у него не копилась экономика. Второе. Очень плохо он сыграл в плане заказывания войск. Их очень мало войск у него в основном. Убрать отсюда и Сильдура. Убрать Аронарта. Который нафиг не нужен. Зачем? Зачем эти рейнджеры? Можно в скидочку выйти. Можно выйти в следопытов севера. Если, ну, есть нужда. Например, сложно убить Сарумана. Допустим, да. В этой ситуации. Выйти в следопытов севера. И кучу-кучу пехоты. Затем, когда ваша армия будет уже около предела населения. Ну, фловы. Так и у вас уже будет дохрена денег. Только тогда можно заказывать рейнджеров. И тогда подстраивать дополнительных героев. Вместо... Ну, Арведуи это хорошая идея. Однозначно. Вместо двух героев лишних построить Арафанта. Чтобы еще больше было профита для мечников. Остальные герои в этом матчапе, я считаю, что не нужны. И только уже в конце, когда уже будет дохрена денег, построить Аронарта, чтобы у рейнджеров был у всех обстрел. И то в этом матчапе вряд ли сможет Бес застанить армию. Во-первых, нужно избавляться от Сарумана и от Углука. Во-вторых, нужно качать Исильдора до 10 уровня. Ну, это просто нереально здесь. У Изина слишком много возможностей убивать героев. Как минимум таких, как Исильдор. И плюс, надо еще выходить в правую ветку, а не в левую. То есть, разумеется, через союз с эльфами никто не будет сразу качаться в правую ветку. Все будут играть в левую. А только потом, уже после получения как минимум одной двадцать пятки, будут выходить в правую. И то, возможно, даже в Орлов. Соответственно, эта страдка смысла не имеет особого. Но, ладно, в любом случае, что-то как-то все странно. Ёж просто бегает. Не хочет он атаковать. Он дает возможность Бесу накопить армию. И Бес, слушайте, ну... Это уже похоже на армию. Это что? Вышка строится. Давайте промотаем. Короче, Ёжик расслабился слишком сильно. Тут уже готовится под крыс. И экономика на фланге ставится. Может быть, Бес сейчас реабилитируется за плохую игру ранее. Так, Фаерболл сдается. Побежал Вульфгар. Он призывает своих дикарей. Поехали в Арги. И, ну, минус все рейнджеры. Ну, ладно, еще не все. Можно сдать обстрел хоть... Хоть просто с надеждой, что он куда-то прилетит. Нет. Победа Ежа. Да. Это победа. Ну, в общем... Думаю, больше ничего говорить не стоит. Смотрим второй ролик. А второй матч у нас прошел на Холине. Слева за Мглистые горы играет Бес, а справа за Ривенделл Ёж. Так, давайте промотаем. Ух ты! В две казармы играет Бес. Неужели будет Раш? И играет в палатку Дуны Дайн Ёж. Жадный такой старт. В дофига экономики. А, он, походу, хочет миксить, наверное. Ну, это, конечно, может быть просто криппинг ради денег. Но, можно миксить Дуны Дайн и... Черт, я забыл, как называются Линдоны. О, можно Линдонов миксить с Дуны Дайнами. Потому что, ну, как бы... Играть в одних Дуны Дайн это очень плохая страдка. Потому что их никак не получится прикрыть копейщиками. В том-то и смысл. Так как, ну, их три ряда в отряде, а копейщиков всего один ряд. То есть, невыгодно. Надо до хрена копейщиков. Но! Есть другой вариант. Если настроить очень много мяса. Чтобы конница замедлялась. Прежде чем она доедет до копейщиков. То есть, а мясо в нашем случае это Дуны Дайн и Линдоны. Потому что их тоже больше, чем один ряд. То тогда копейщики смогут более эффективно сражаться с конницей. Потому что копейщики уже не будут падать при давке. А будут просто автоатачить. То есть, они смогут намного больше всадников забрать. И этот микс имеет смысл. Ну что ж. Раш от беса. Просто напрямик он пробегает. С помощью ворчанта ему удается забрать. Это, кстати, довольно-таки стандартный ход. Обычно, правда, тремя отрядами нападают. Но это тоже нормально. То есть, можно зачистить несколько ключевых ферм. Обычно даже три удается. И еж сносит еще одну. Есть шанс снести вот эту вот, если пойдет дальше без. Причем шанс очень хорош. Ну и плюс Дуны Дайн, наверное, лучше всего как раз-таки против гоблинов. Заходит, потому что ранней конницы нет. Можно, конечно, захватить таверну. Но на этой карте это тоже не очень-то быстро получается. Первый отряд линдонов есть у ежа. Это ошибка. Никогда не сносите казармы. Любые другие боевые здания в начале игры. Потому что у них намного-намного больше прочности, чем у ферм. Сейчас мы увидим, скорее всего, если, конечно, не будет подкрепа, например, эти не придут. Сейчас мы увидим ситуацию, в которой бес просто разобьется об это здание. Даже если бы конница здесь не построилась, он бы потерял весь отряд. В то время, как он мог бы этот отряд разменять на еще одну ферму. И это был бы гигантский ущерб для ежа. Да, это не значит, что это было бы поражение. Потому что еж там еще крепил. И у него еще достаточно ферм. Он в довольно-таки жадный старт вышел. Плюс выход в конницу, кстати, это на самом деле удар по экономике. И он вынужден был проюзать... Я не знаю, кстати, он, наверное, еж испугался, что ему пронесут конюшню. Он проюзал сюда мудрость. Вряд ли он будет во всадников ветра выходить. Потому что гоблин просто в пауков сыграет. Что он сейчас и делает. То есть это слишком невыгодно. Так что, в принципе, для беса это было бы вообще офигенно. То есть конница, лишняя мудрость. Три фермы. Но... А, и... И палатка. Но в любом случае, старт и так хорош. Дабл пауки у него. Я бы одну казарму загрейдил. И построил оттуда мародеров. То что-то мне кажется, что... Все гоблины сейчас погибнут. Сражаться ими с конницей не особо-то имеет смысл. К тому же у ежа, скорее всего, есть хил... А, нет, пардон. Я же забыл, что он в Доннедайн играет. Хилки у него не будет. Но все равно, скорее всего, спасет всю конницу. Построились пауки. А здесь... Здесь тоже скоро будут. Да, еж вынужден отступать. У настолько покоцанных всадников нет шансов против пауков. Хороший байт. Хороший байт, на самом деле. Если бы здесь не было дополнительных отрядов линденов, то еж бы, наверное, вообще всю конницу сейчас потерял за счет этого. Еж фоксит пауков. Кстати, минус один отряд. И минус все гоблины. Насколько бы выгоднее было бы, если бы у него был один всего лишь дополнительный отряд мародеров. Один. Походу, бес потерял свое преимущество. Ему надо отступить. Я бы снес вообще все эти здания. Отступил бы на базу. Попытался бы как-то реабилитироваться. Построить лучников. Вот, допустим, из этих двух казарм лучников отсюда мародеров. О, он, кстати, так вроде будет делать. По крайней мере, с мародерами. Поехала. Да, кстати, я объясню на всякий случай, почему мародеры нужны. Ведь, ну, по сути, конница уже все. Конница вышла. Из игры вряд ли Еж будет строить еще одну. Количество пауков будет только расти, если, конечно, бес не затупит. И конница уже не будет представлять для него угрозу. Но! Сами по себе мечники гоблины не особо-то хорошие воины. Они просто в основном создают кучу мяса, которое может прикрывать что-либо другое. И чтобы Еж не мог нормально сражаться с ними, нужны еще какие-то войска, которые будут как раз-таки урон наносить. Вот для этого нужны мародеры. Хотя бы несколько отрядов. Мародеры вообще замечательно против Имладриса заходят, который играет именно в войска Имладриса. Да, потому что копейщики наносят как бы урон все по одной цели. Они не мечники, им не надо кучковаться, у них дальность атаки все-таки выше. И учитывая, что Имладриса отряды по 5 воинов, то весь отряд мародеров может одного воина бить. И в этом случае преимущество мечников над копейщиками не особо-то работает. Потому что копейщики просто имеют возможность все атаковать. И вот такая вот кучка войск против Имладриса очень даже клево заходит. Но лучники нужны в любом случае. Ну, пока что доминирует Еж, причем по всем фронтам. Может быть минус рабочий, кстати. Да, так и есть. Неплохое количество паучков. Бес уже может не опасаться конницы. Совершенно. Приехал отряд на смерть, походу. Что и произошло, в принципе. Да, юзается песня Гилдора. Но Еж, походу, потерпел поражение в этой стычке. Он вынужден отступить. Повезло. Песня уже закончилась. Гилдор может дальше двигаться. Первая библиотека где-то там построена уже. Остается вторая. Одного очка заработал Еж. Шесть очков. Даже семь за время сражения заработал Бес. Ему срочно нужно менять стратку. Иначе он проиграет. Полный слив. Надо отступать паучками, кстати. Единственный вид войск, который может легко отступить при вероятности поражения. Но, к сожалению, Бес не хочет этого делать. Просто отдает их. Пытается Еж Дунедайнами спамить с левого фланга. По-прежнему я не вижу. А, вот как раз таки строится. Блин, казалось бы, Бес играет правильно. Но он слишком медленно все это делает. То есть, он понял, что ему нужны мародеры. Но только после того, когда он проиграл несколько стычек. Он понял, что ему нужны лучники. Но только тогда, когда потерял целую армию на центре. У Ежа армия только увеличивается. А вот у Беса она уменьшается. К тому же, гоблин должен здание сносить. Гоблин это агрорашер. Он не может играть от защиты. Иначе он проиграет. У него не такие лейтовые войска. Как у того же Емладриса. Конечно, Горкил Коронован поможет. Очень сильно поможет. Но я что-то не замечаю у Ежа героев. Мне кажется, они ему не нужны. Он просто... Он, короче... Ёж играет за Гоблина... Ой, продон. Ёж играет за имладрис, как будто он играет Гоблина. А Бес играет за Гоблина, как будто он играет за имладрис. Вот в этом-то и проблема. Ну, построились лучники. Я бы еще несколько отрядов поставил. Но, к сожалению, Еж уже очень сильно минуснул его экономику. Кидается Ворчант, кидается Тотем. Это Козырь Беса сейчас. Посмотрим, будет ли фокусить Ёж. Особенно, если это офф-хост. Это может быть... Да, это может быть сложновато. Ёж на в косте играет. И нет, нет. Он все же зафокусил Тотем. Красавчик. Так что Бес потерял самое большое свое преимущество. И его войска все погибли. Ну, кроме... Кроме Горкила, разумеется. Походу, сейчас будет ГГ. Эту пачку невозможно разбить. Сейчас уже. Их слишком много. Конницы нет. Пятью троллями с дубинами, теоретически, можно было бы их разбить. Но, опять-таки, денег нет. И возможности их строить тоже нет. Третий тир. Тир, именно правый, третий тир, не поможет. Выход в паучьих наездников. Хорошая идея, но одного отряда явно недостаточно будет. Да, они просто погибли. Блин, хотелось бы увидеть гоблина, который при виде палатки Дунедайн будет выходить в троллей. Мне кажется, это было бы правильное решение. Ну, помимо прочих, разумеется. Можно просто рашить гоблинами и просто проносить палатки постоянно. Ну, все еще пытается Бес сражаться. Немного лучников у него остается. Линдоны покоцаны очень сильно. Какой уровень? Шестой уровень. Я, видимо, сейчас прошляпил ядовитую колбу. Я уже просто не верю в возможность Беса затащить. Вся карта под контролем... Ой, пардон. Под контролем ежа. Тысяча очков командования. Но всего одна таверна захвачена. Та шикарная экономика. У него скоро будет второй тир. Еще одна казарма строится. Он просто в мясо играет. И самое прикольное для него это то, что ему не особо-то надо эту конницу опасаться. Потому что у него настолько много войск, что она пусть и давит, но она в процессе сама погибает. Вот как сейчас остался один знаменосец, который погиб. Призывается третий тир. Но, да, к сожалению, эта ветка невыгодная для сражения с имладрисом. Даже против мяса все равно он просто может отступить. Нужно играть в шелоп. Но, к сожалению, против имладриса это невыгодно. Ну, конечно, можно в нее играть, но ее слишком сложно будет оставить в живых в этом матчапе. Мне кажется, бесу надо казармы пронести. Ёж стелет землю. Мародеры есть. Ну, Ёж особо никого не потерял. Все эти челики сейчас воскреснут. Ставится статуя. Очень сложно будет выбить его с этой позиции. Надо было сносить казарму. Но, опять-таки, это все равно ничего не значит. Потому что, ну, вся карта захвачена. Появился Элорант. Так, пытается бес пофармить. Это хорошая идея. Но Ёж не дает ему этого. Минус рабочий. О, уже светилище поставил. Ну, ГГ. Мотаем. Какая-то такая печальная музыка в этот момент играет. Ладно, давайте промотаем. Ничего не происходит особо. Ёж ждет магов, чтобы пронести крепость. Что и будет сейчас происходить, по всей видимости. На крепости построен великан. Он не достанет, наверное, до этого здания. Это все, что надо, чтобы избавиться от Ёжа. Хотя, погодите, прозвучало как-то немного странно. Я имею ввиду, что, чтобы сейчас избавиться от угрозы поражения, Бесу надо принести это здание и магов. Это не значит, что он выиграет. Но просто это все, что нужно сейчас, чтобы продлить свое существование, скажем так. Но великан просто туда не достанет. Но, тем не менее, Ёж разделил войска на некоторое время. Бес еще может надеяться, кстати, на Балрожика. Минус Дудор. Очень мало войска. Ну и плюс еще Бес фармит с помощью мародерки. И призываются Гимли и Глоин. Глоин может в одиночку снести крепость, если никто не будет его бить. Так что маги уже, в принципе, не нужны. Хотя маги тоже понемногу проносят здоровье и крепости. Горкилл будет пытаться убивать Глоина. Сдается отравленный клинок. У Ёжа есть Хилл. Также у Ёжа... А, он заюзал разрушение уже. Пока что не может двигаться. Ох ты, и сдается еще и отравленная стрела. И не успевает Ёж кинуть Хилл. Возможно, он байтил на Билку Беса. Но он не рассчитал этого. А может, просто не обратил внимания, что там еще один скилл вылетел. И минус маг. Нет, нет. Горкилл погибает. И вместе с ним погибает надежда Беса на победу. Ну что ж, давайте подведем итоги. В целом, Бес, на мой взгляд, сыграл неплохо. Ему просто надо больше тренироваться и отточить тайминги. Если бы он делал то, что он делал, но быстрее и своевременно, я уверен, что у него были бы даже шансы выиграть Ёжа. Или как минимум дойти до лейта, чтобы можно было пользоваться 25-ками. Всем спасибо за внимание. Пока.